В предыдущем видео я рассказал о том, как можно заработать на срочном рынке и показал, что вот там за счет роста в начале торгов можно бешено заработать. Но что случилось потом? А потом случилось следующее. Рост, как это бывает, когда мы знаем абсолютно точно, что доллар точно будет расти, он вероломно начинает падать. Давайте посмотрим, что произошло потом. То есть вот здесь вот я закончил прошлое видео и посмотреть, что произошло потом. Потом он упал сначала до прежнего уровня, а потом продолжил вот такое падение. Вот смотрите, что произошло потом. И соответственно он упал намного сильнее, чем вырос до того. Вот здесь вот я закончил предыдущий радостный и потом он упал. Упал он, вот здесь вот я на этом заработал плюс 10 тысяч, соответственно упал он, все что я заработал я потерял. И значит еще два предела он погасил. То есть минус 30 тысяч результат был вчерашний. Я это вот точно заявляю. И сейчас, ну у меня по-прежнему стратегия на рост все-таки доллара, потому что я считаю, что он должен все-таки вырасти. Вот сейчас только что начались торги следующие. И соответственно давайте наблюдать. Вот только-только включилась биржа. Вот он пошел в рост. Что я хочу сказать. Вчера я был абсолютно уверен в том, что доллар вырастет. Я был настолько уверен, что построил позицию на рост опционную, ну потому что ну вот ничего не говорит о том, что он должен, доллар упасть. 1 августа только что, ну начинается новый квартал. В прошлом квартале, в конце прошлого квартала экспортеры там, ну должны были какие-то выручки продавать. Но тем не менее доллар при этом вел себя тоже неадекватно. Он рос, несмотря на то, что должен был по идее, так сказать, краткосрочно упасть. Вот, но совершенно вероломно он сначала рос, когда должен был падать, а теперь, когда он должен был расти, что сказать, ну как бы все должно на улучшение идти и так далее. Но доллар начал падать. Почему я говорю на улучшение? Потому что сильный доллар, он убивает российскую экономику. Уже металлурги торгуют, вот они уже рыдают, они уже умоляют правительство что-то сделать, помочь как-то, так сказать, в частности Северсталь, насколько я помню. Там вообще, дело в том, что у этих крупных компаний есть огромное число людей, которые работают на них. То есть, там десятки тысяч людей, насколько я понимаю, которым надо платить зарплату. Зарплата платится в рублях, зарплата платится фиксированная у нас, там, ну, оклады, там и так далее. Откуда берется зарплата? Компания производит продукцию, реализует ее. Во-первых, продукция не реализуется из-за санкций, не идут платежи, не реализуется продукция металлургов. А во-вторых, рубль укрепляется. То есть, за каждый доллар можно получить, если продаешь доллар на бирже, то они могут получить намного меньше рублей. То есть, у них становится меньше рублей только за счет того, что сокращаются объемы продаж, с одной стороны. С другой стороны, рублевая выручка падает, и, соответственно, уже не хватает денег на зарплату. И рентабельность по разным оценкам опускается, рентабельность бизнеса до, значит, ну, в среднем, там, минус 18, Коган говорил, а вообще говоря, в моменте, да, минус 40, то есть, компания берет, выпускает продукцию, и в результате продажи этой продукции получает убыток в 40% от ее стоимости. Ну, согласитесь, что долго это продолжаться не может, они умоляют правительство что-то сделать. Что может сделать правительство? Правительство может сделать, ну, какие-то вещи такие, либо помочь физически, деньгами, либо ослабить рубль, что оно и пытается, Центробанк, сделать, пытается ослабить рубль, но вот поэтому я ожидал, что рубль ослабнет, то есть, доллар вырастет в цене. Ну, во-первых, вчера доллар повысился, ну, по отношению ко всем валютам, но не настолько, наверное, сильно, не так сильно, как по отношению, как рубль вырос по отношению к доллару, то есть, там, на 2 с лишним процента по итогам дня. Вот, и поэтому я просто рассчитывал на то, что я был просто в полной уверенности в том, что доллар вырастет, но он не вырос, он упал, как вы видите. Что происходит сейчас? Сейчас ситуация исправляется, но доллар растет, не знаю, насколько, как надолго. Что я хочу сказать еще, что, ну, здесь не надо паниковать, конечно же, ну, по идее я должен был поставить стоп-заявки какие-то для того, чтобы минимизировать свои возможные убытки в случае, если курс пойдет не туда, куда надо. И это надо обязательно делать. Вот, но я этого не сделал, потому что, ну, был абсолютно уверен в том, что доллар вырастет дальше. Он вчера был, напомню, выше, чем 64. Я был в восторге. Вот, и был наказан за это. Теперь давайте посмотрим вот сюда, вот на этот график. Доллар сейчас находится вот здесь. 61.350, красная линия. Теперь смотрим вот сюда, вот на эту линию. Если доллар поднимется вот сюда, то вы видите там по правой шкале 66.762. Если доллар поднимется до вчерашнего максимума, то я получу 64 тысячи рублей на счет. То есть вот такие ставочки. Ну, вот такая игра. Как во всем этом разобраться, я рассказываю на курсе биржи для чайников. Кстати, сейчас на курс биржи для чайников повышенный интерес. Сейчас уже, значит, снова возобновляются продажи. Я это вижу. Я вижу, что люди начинают интересоваться биржей, люди начинают интересоваться трейдингом. И начинают активно-активно покупать, что я и всем вам желаю. Потому что, ну, сейчас, в общем сказать, особенно понятно, что нужно заниматься тем, что откладывать деньги. Нужно заниматься тем, что начинать как-то думать о том, как их зарабатывать. Один из таких вариантов – это фондовый рынок, который остался. Ну, недвижимость, судя по всему, ждет серьезное падение. Значит, там, если кто-то надеется, что может сдавать недвижимость в аренду, то, в общем сказать, есть уже последние данные, что... Сейчас я попытаюсь звук отключить. Ну, хотя бы вот так. Вот. Есть последние данные о том, что... Запрос на рабочую силу со стороны строительных компаний, вот, гастарбитеров, ну, буквально там в два раза упал. То есть спрос на аренду недвижимости будет снижаться, и он уже снижается. То есть недвижимость перестает приносить доход, депозиты тоже перестают доход, потому что ставку снижают, ЦБ. И, в общем сказать, один из немногих вариантов – это фондовый рынок, и это собственный бизнес. Это как раз то, о чем я рассказываю на своем канале. Это как раз то, чем я занимаюсь. Ну, надо сказать, что... Я вот рассказывал, рассказывал, что надо создавать собственный бизнес, надо искать новые источники дохода. Мне это удалось за короткий период. Вчера как раз я подвел итоги. За июль месяц мне удалось заработать на новом источнике дохода 97 тысяч рублей. За июнь месяц эта сумма была немножечко больше даже, то есть там 98 тысяч рублей. Что это за источник дохода? Но он связан с тем, что я ездил в Казахстан, и, в общем сказать, сейчас помогаю людям с переводами денег за рубеж. Но об этом я, наверное, не очень хочу рассказывать. Вот это, во-первых. Во-вторых, там, в общем-то, рассказывать-то особенно не о чем, потому что, ну, чем я могу вам помочь создать конкурентов себе, зачем мне это надо? Вот. Но, тем не менее, это все работает. Вот вчера у меня возобновились лимиты, там, ну, были сложности, да. У меня там блокировали карту, там, целых две недели, даже больше, там, недели три была карта заблокирована. Одна из моих карт. Ну, сейчас все эти сложности у меня, как бы, позади. И просто, ну, как я воспринимаю это, как одну из проблем. А на самом деле доходы мои, в общем-то, возобновились. Вот. Чем я сейчас занимаюсь? Ну, занимаюсь сейчас ремонтом дома. Надо делать то, что надо делать. Во-первых, во-вторых, готовлюсь к поездке в Грузию, потому что там я хочу встретиться с дочерью, которая живет в Чехии. Кстати, я тут позавчера с ней общался в прямом эфире. Не в прямом эфире, но в смысле. Я ей позвонил, когда она ехала в автобусе, по видеосвязи позвонил, когда я ехала в автобусе в магазин. И я говорю, слушай, ну вот мне интересно, какие цены у вас в магазине. И она просто ходила по магазину и рассказывала мне, какие у них цены. Там очень любопытно, наверное, будет всем интересно. Ну, все знают даже, что в Европе цены повысились. Это действительно так, очень сильно. Вот. И как они все это переживают и насколько повысились цены. Наверное, вам это будет интересно. И следующее видео мое будет именно об этом. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. Так, ну, да, смотрим сейчас на курс. Ну, в общем, сказать, доллар поднялся, упал, вернее, поднялся и снова сейчас откатывается назад. Ну, как-то движение пока вверх, что обнадеживает. Посмотрим, что будет дальше. Все, спасибо, до свидания. Подписывайтесь, лайкайте и начинайте торговать. Диржа для чайников это для вас. До встречи.